Здравствуйте! Как всегда в это время на нашем телеканале обзор наиболее заметных событий уходящих 7 дней. Это Вести Хакасия события недели. С вами Марина Конодакова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Надежный оплот экономики. Сегодня профессиональный праздник металлургов. В честь даты Виктор Зимин решил лично поздравить города и поселки, дающие стране металл. Авария в шахте. 9 человек пострадали в результате падения подъемной кабины. Власти распорядились делать все, чтобы возместить ущерб пострадавшим. Тейская тайга оказалась под сибирским лесом. Почему сделка возмутила местных жителей? Очередной скандал с вырубкой леса разразился в Аскизском районе. Аэропорт поставил личный рекорд. 100-тысячный клиент в середине года. За счет чего воздушная гавань намерена и впредь повышать свою привлекательность для пассажиров. Экспедиция «Труднодоступные таюжные места» нашла доказательства того, что герой древних мифов и легенд до сих пор обитает на территории Хакасии. Сегодня день металлурга. Праздник, который в Хакасии отмечают тысячи жителей Саиногорска, Сорска, Абазы и Вершины Тёи. Там находятся предприятия, от которых зависит стабильность и благополучие всего региона. Накануне праздника глава республики Виктор Зимин решил уделить особое внимание работникам отрасли. Сначала глава Хакасии побывал в Сорске. Местный гурнообогатительный комбинат отмечает в этом году 65 лет работы. Виктор Зимин вручил госнаграду руководству предприятия и рядовым работникам. После этого правительственная делегация отправилась в Абазу и Вершину Тёи, в которых работает новая компания «Руда Хакасии». Прежний собственник «Евразруда» собиралась закрыть шахты. Но благодаря вмешательству республиканских властей и инвестициям руды Хакасии, рабочие места удалось сохранить. Как заявил Виктор Зимин, перед горняками в Вершине Тёи с развитием производства будет налаживаться жизнь и в самих населенных пунктах. Мы будем приумножать наши мощности в республике. Это логические поверьте. Это вообще не сказка, о чем я вам сейчас скажу. Гораздо шире начинаем делать шаги в том плане, что мы думали только, что у нас будет еще два завода, где мы будем сами перерабатывать нашу руду. Сейчас собственник уже провел переговоры в Германии, готовится новая модель. Это все говорит о том, что это будет стабильная работа наших предприятий, которые занимаются добычей. Для горняков Абазы профессиональный праздник был омрачен аварией, которая случилась в среду вечером. Во время спуска упал лифт, в котором находилось 10 человек. Лишь один остался цел и невредим, остальные попали в больницу. В пятницу Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела против машинистки, которая управляла подъемной кабиной. Именно ее небрежность, полагают следователи, стала причиной ЧП. Хроника происшествия у Елены Крыловой. Из девяти пострадавших на шахте на данный момент в Абазинской городской больнице остается четыре человека. Их состояние врачи оценивают как стабильная, с положительной динамикой. Еще двоих больных сегодня перевели в республиканскую больницу. Кроме того, три человека отправлены на амбулаторное лечение. Поступили в состоянии средней тяжести. Всем проведены скелетное вытяжение, противошоковая терапия, гипсовые повязки. Характер повреждений в основном – это повреждения нижних конечностей. У одного больного повреждение позвоночника, таза. На данный момент опасности и угрозы для жизни нет. Врачи Абазинской городской больницы сегодня не отходили от пострадавших шахтеров всю ночь. В палатах дежурили и медики из Абакана, прибывшие на помощь. Сейчас все пациенты отошли от шока и могут рассказать, что случилось накануне. Все произошло мгновенно, мы даже не поняли. Все опускались, как обычно, все было нормально. И в самом конце, вот как-то это произошло, даже никто ничего не понял. ЧП в Абазинской шахте случилось в 16.45. Как раз в тот момент, когда менялись смены. 27 рабочих спускались в забой. На горизонте с отметкой минус 95 метров вышла первая группа. Остались 10 человек. На отметке минус 200 на последнем горизонте клеть вместо тормоза дала ускорение и врезалась в тупик. Обрыва не было, падения никакого не было, как утверждают некоторые СМИ. Это было просто превышение скорости движения. Клеть прошла техническую проверку весной этого года. Механизм был признан полностью исправным. Управляла машиной, как говорят шахтеры, опытнейший оператор. Однако самой вероятной причиной случившегося пока остается ее ошибка. Я вот сам отработал больше 30 лет в шахте. Обидно, что когда анализируешь все вот эти несчастные случаи, то везде, в общем-то, присутствует человеческий фактор. Почти 99%. Никаких там технических причин, что старое оборудование, изношенное оборудование, сломанное оборудование. Я как человек, который отработал столько лет в шахте, могу сказать однозначно, что здесь сработал человеческий фактор. Это невнимательность, это просто расхлябанность, это низкая производственная дисциплина. Точную причину ЧП на шахте назовет комиссия Ростехнадзора. Время проверки может занять до двух недель. Подъемник остановлен, рудник продолжает работать в обычном режиме. Так или иначе, сейчас все силы брошены на помощь пострадавшим. Накануне в Абазу были направлены бригады врачей из Абакана и Аскиза, все необходимые медикаменты и кровь. Сегодня пострадавшие уже получили материальную помощь рудника от 25 до 100 тысяч рублей. Есть и моральная поддержка. Из-за случившегося в Абазе отменили празднование Дня Металлурга, который выпадает на ближайшие выходные. Главный городской праздник перенесли на сентябрь до выздоровления шахтеров. Мысли о выздоровлении, конечно, но я не думаю, что все будет нормально. Вернемся опять в строй, будем работать. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. О произошедшем был извещен глава Хакасии. И вот что он сказал о помощи, которая должна быть оказана пострадавшим. Конечно, деньгами все не окупишь, но собственник должен выдать компенсацию каждой семье. Независимо от ущерба, причиненного здоровью, у работников должна сохраниться заработная плата на прежнем уровне. И такой закон должен быть на любом предприятии. В Москиском районе разгорается очередной скандал вокруг вырубки леса. Шум подняли жители Усчуля и ближайших сел. Древесину из их тайги начали вывозить по окончании зимы. Но кто ведет добычу леса, люди не знали. Как выяснилось, в неведении были даже в районной администрации. По требованию жителей в Усчуль приехали чиновники, которые попытались объяснить, кто и почему рубит деревья. Вы о нас думаете? Вы о себе только думаете. У деревенских жителей накипело. Долгое время они не могли добиться ответа от властей, что происходит. На сельский сход прибыли как глава района, так и руководитель департамента лесного хозяйства, а также глава местной полиции. Весной из тайги начали активно вывозить лес. И вот карты раскрыты. Добычу древесины ведет компания «Сибирский лес». На сельском сходе ее представляет Зиновий Юськиф, тот самый, что в начале года возглавлял департамент лесного хозяйства. Право аренды участка, компания, которую он представляет, выиграла на аукционе. Самая обычная вещь в наши дни. А почему вы пошли на лесу и нашу тайгу? На сегодняшний день в департаменте лесного хозяйства действует 17 арендованных, работают 17 арендаторов. И действует один из них, это вот из 17, это Орджоникидзе, это по всей республике Хакасия. И объемы здесь не самые большие. Усть-Чуль и остальные села, стоящие на реке Тея, на Хакасском так и называются – Тейская земля. Испокон веков тайга кормила местных жителей. А в нынешнее безработное время многие только и зарабатывают, что сбором кедровых орехов и ягод. Между тем, сибирский лес будет вести добычу целых 15 лет. И этот факт реально оборачивается для сельчан вопросом выживания. Перед сходом посмотрел карту, где вы отвели. Сейчас сухого базана, а там же сплошной кедрач. На семеннике его оставили. Нет, сплошной кедрач, там рубки не будет, потому что ее там нельзя делать. Да, но мы своими базанами, видимо, живем там это деревня. В ответ на все претензии лесники и представитель деревообрабатывающей компании уверяют – нарушений при рубке нет. Деляны с чистым кедровником они не трогают. В год сибирский лес будет добывать 23 тысячи кубометров древесины. И это гораздо меньше того, что добывали советские леспромхозы. В стране он лезет в мужу. Строить-то из чего мы будем, если мы будем все запрещать? 23 тысячи – это очень мизерный объем, я скажу. Вы готовы к противостоянию с местными жителями? Потому что по их настрою они вообще не готовы. Мы вообще никакому противостоянию не готовы. Мы не собираем ни с кем воевать, потому что мы работаем законно. Местные жители рассказывают, каждый день через их село проходит до 7-8 машин с древесиной. Причем водители работают не только днем, но и ночью. Но странное совпадение. Вчера и сегодня грузовики перестали ходить. Дорога непривычно опустела. Так что представители контролирующих органов не смогли убедиться в справедливости возмущения сельчан. Битый час люди доказывали, что своими глазами видели, как из тайги вывозится кедр. Ответы чиновников жители Усчуля не устроили. Поэтому было решено на месте проверить, как идет рубка в тайге. Причем наравне с лесниками и чиновниками в комиссию войдут и сельские жители. Обход делян запланирован уже на следующую неделю. Вместо солидной корочки скромные листочки. Очередное веяние нового закона об образовании почувствовали выпускники вузов. В частности, учащиеся Хакасского технического института. Вот что получили выпускники по итогам учебы в высшем образовательном учреждении. Это диплом нового образца. Внешний вид изменился радикально. Теперь это непривычные жесткие корочки бордового или синего цвета. А листы бумаги, на которых отпечатано слово диплом. Выпускники не скрывали своего изумления, однако что-либо комментировать они отказались. Нюанс ситуации еще и в том, что некоторые ребята получили так называемые старые дипломы в солидной обложке с надписями золотого теснения. Как нам пояснили в ректорате Сибирского федерального университета, чьим филиалом является ХТИ, уже несколько лет корочки не имеют никакого значения. Главное это приложение с оценками студента, которое и является дипломом с гусномером. В этом году еще были запасы старых дипломов, а кому они не достались, выдали документы нового образца. Раньше, в свое время, когда в корочки вписывался текст диплома, это было важно. А уже с 96-го года это совсем не важно, когда диплом прилагается к этим коркам. Или корки к диплому, правильнее сказать. Поэтому вот такая у нас обстановка. И со следующего года, если найдем такую типографию, которая имеет право печатать герб на каких-то корочках, то можем заказать. Если не найдем, то такие же выдадим. В среду Виктор Зимин вызвал к себе всех, кто причастен к строительству военного городка в Абакане, начиная от проектировщиков и строителей и заканчивая членами правительства. Недавно начавшаяся масштабная стройка забуксовала на ряде объектов. А республике крайне важно не допустить срывов установленного графика. Глава региона не раз говорил о том, что должен оправдать доверие, оказанное Хакасией Министерством обороны. Что нарушает эти планы, смотрите далее. С весны в районе МПС кипит стройка в лучших традициях советского времени, когда рабочих как муравьев, а масштаб строительства поражает воображение. Все старое сносится. Взамен будет построено 53 новых объекта. Сумма инвестиций рекордна для Абакана – 6 миллиардов рублей. Причем освоить их нужно в такие же рекордные сроки – 2 года. Именно сжатые сроки заставляют власти бросить все силы на объект. Сейчас там трудится 16 подрядных организаций, практически все из Хакасии. Получить такой контракт – дело выгодное, но крайне ответственное. Поэтому строители сразу заявили о всех проблемах, которые у них накопились к сегодняшнему дню. Главное из них – это взаимодействие с заказчиком от Минобороны, по вине которого до сих пор нет проектной документации на ряд объектов. Есть ряд объектов, которые, собственно говоря, кроме нулевого цикла, дальше не двигаются. И время уходит, время опускает. Мы сегодня решили вопросы по нулевым циклам, по фундаментам. Но ведь через полтора месяца настанет такая ситуация. Мы выскочим из ноли и сядем. Несмотря на заявленные проблемы, Виктор Зимин считает, темпы строительства военного городка должны быть выше. И хотя строители жалуются на перебои с оплатой, отсутствие необходимых документов и ряд других причин, ответственности с них никто не снимал. Натья на объекте не будет. Готовы работать. Естественно, оплата объектов будет. Мы сейчас отберемся с этой ситуацией. Но в том случае, когда идет какая-то задержка, и на это делать ссылки, не работать на объекте не будет. Сразу определяемся. Нет силенок, уходите. Соблюдение сроков не просто формальность. Холода в Хакасии наступают быстро. Военную технику надо где-то хранить. Поэтому строительство тента мобильных укрытий должно завершиться уже к зиме. Часть укрытий уже имеет фундамент. Но теперь вдруг встал вопрос о том, что в них также должно быть проведено тепло. А это означает большую работу по согласованию с теплосетями, ТЭЦ и другими службами. Времени может не хватить. Выслушав участников совещания, Виктор Зимин еще раз напомнил. На этой стройке никто не имеет права на слабинку. Сегодня еще у нас шанс есть. Я всех выслушаю. Те задачи, которые расписали, вы нагружайте меня, не стесняйтесь. Я не ревизором здесь выступаю. Если у кого-то что-то не лается и не хватает полномочий, я готов помогать. Решение, именно принятие решения в этом объекте. Чтобы простимулировать заказчика к быстрому принятию решений, Виктор Зимин пообещал лично обратиться к министру обороны за разрешением проблемных вопросов. Именно Сергей Шойгу в свое время принял решение о строительстве нового городка для железнодорожной бригады. Нынешние казармы и хранилища давно устарели. Но чем дольше идет стройка, тем очевиднее тот факт, что заказ Министерства обороны не просто кредит доверия, но серьезный экзамен для республиканских властей и строителей. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем говорить о том, чем жила республика эту неделю. В среду аэропорт Абакана принял 100-тысячного пассажира. По мнению экспертов, для воздушных ворот столицы Хакасии, это важный показатель и доказательство того, что аэропорт держит верный курс. Константин Кравцов с подробностями. Она даже и подумать не могла, что когда-то, проходя регистрацию, будет так волноваться. Впрочем, повод добрый. Только что зарегистрировали 100-тысячный пассажир, воспользовавшийся округами открытого акционерного общества аэропорта «Бакан» в 2014 году. Букет цветов, памятный сертификат и абонемент на год в вип-зал аэропорта. Такое получает здесь не каждый. Антонина Зырянова неспроста сегодня 100-тысячный пассажир. Говорит, что летает часто. То, что вниманием было именно ко мне, это, конечно, было большой неожиданностью. Я еще, если операторы помнят, я еще пошутила, что я тысячный пассажир. Но оказалось, что так. Антонина живет в Москве, в Абакане гостила у родителей. И с каждым новым визитом сюда она видит, как живет и воздушная гавань. Я летаю каждый год. И видно, что с каждым годом становится все лучше, лучше. И инфраструктура, и условия в аэропорту. То есть, увеличение налицо. Кстати, традиция чествовать юбилей пассажира, утраченная десятки лет назад, возрождается, как и сам аэропорт. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, зала ожидания. Хороший аэропорт. Нельзя сказать, что плохой. Я лично доволен. Могу так сказать. Все хорошо у вас. Чистота. Светло, хорошо. И мухи не кусаются. За последние пару лет появились новые рейсы, каких прежде не было, например, на Таиланд. В целом же открыто 8 направлений. И нынешний директор Александр Попов уверен, это далеко не предел. У нас давняя была мечта открыть рейс на Владивосток и на рейс на Санкт-Петербург. Вот буквально позавчера у нас закончились переговоры с авиакомпаниями. Значит, 25 августа открывается рейс на Владивосток. Этот рейс будет с промежуточными посадками Чита и Благовещенск. Вместе с этим здесь планируется открытие рейса в Грецию и Испанию. Однако конкретные даты руководство пока держит в тайне. В любом случае с потоком туристов аэропорт должен справиться. По проекту он способен принять 300-350 тысяч в год. Константин Кравцов, Антон Михайлов. Вести Хакасия. События недели. Насколько сложно заманить авиакомпании на рынок Хакасии? Что нужно для того, чтобы рядовому пассажиру стало выгодно летать из Абакана, а не из Красноярска? Мы поговорили с директором аэропорта Александром Поповым. На свой пост он заступил прошлой осенью. Раньше работал в аэропорту Владивостока. У него есть свой взгляд на то, как нужно развивать воздушную гавань Хакасии. Мы с вами второй раз уже встречаемся с момента назначения вас директором Абаканского аэропорта. И напомню, именно нашему телеканалу вы дали первое в Хакасии интервью на новом посту. Мне кажется, уместно будет поговорить о том, каких целей вам удалось достичь, а каких нет. Вот цели из того плана, который вы тогда намечали. И первый, по-моему, пункт был открытие новых рейсов именно за рубеж. Скажите, что это за рейсы и насколько эффективным оказалось это направление работы? Прежде чем начинать свою работу, я ставил как краткосрочные планы, так и долгосрочные. Вот долгосрочным планом основное это было открытие новых направлений авиаперевозок с аэропорта Абакан. Ну, как вы уже заметили, у нас за эти полгода открыты шесть новых направлений. Это и Иркутск, это Новосибирск, это Красноярск. Значит, у нас открыты новые международные рейсы. Это Анталия с этого года. То есть процесс этот идет, и постепенно, постепенно мы набираем обороты. Вот открытие международных рейсов, это было вообще особенно значимым событием. Скажите, не пожалели перевозчики, что пришли сюда, и вот как бы вы оценили вообще эффективность и наполняемость этих рейсов, популярность их? Рейс открывался очень сложно, были сомнения, правильно заметили, потому что для открытия международного рейса здесь очень важна общая работа многих структур. Это и таможня, это и пограничники, это и органы ветеринарного контроля. Все эти вопросы были решены, и вот с октября прошлого года был открыт новый рейс как раз вот на Таиланд. Буквально на второй, наверное, рейс загрузка воздушного судна была стопроцентная. И как раз вот этот спрос, он был все рейсы, которые осуществляла компания «Пегас». С мая месяца этого года компания «Пегас» открыла новое направление, это вот как раз Анталия в Турцию. Тоже популярный курорт. Да. Первый же рейс был продан стопроцентно, вот, даже ощущался некий ажиотаж, вот. Вот, поэтому вот мы встречаемся с представителем «Пегаса», постоянно поддерживаем связь, именно отслеживаем, как проходят продажи. Вот, ну, по их мнению, эти рейсы, у этих рейсов есть будущее. Еще какие-то направления за рубеж планируются к открытию? Да, вот, анализируя как раз продажи вот этих рейсов, компания «Пегас» выразила намерение на осень этого текущего года открыть новое направление на Египет. А что Вы можете сказать о направлениях внутри страны? Вот всех волнует рейс на Петербург, о котором журналисты объявляли еще зимой, и, может быть, еще какие-то направления планируются? В дополнение к тем открытым, как я уже говорил, рейсам, мы планируем открыть рейс на Санкт-Петербург. Опять же, здесь вопрос очень такой, он постепенный, непростой. Значит, у нас есть две авиакомпании, с которыми мы на данный момент ведем переговоры. Скорее всего, этот рейс будет открыт в зиму. Возможно, этот будет рейс с временной посадкой, с технической посадкой, или в Екатеринбурге, или в Новом Уренгое. Буквально на прошлой неделе закончились предварительные переговоры с авиакомпанией по открытию рейса «Абакан-Владивосток». Этот рейс тоже будет с промежуточными посадками, это Благовещенск, это Чита и Благовещенск. Тем самым мы расширим список городов, с которыми будет связан наш аэропорт. Вы правильно заметили, что большинство, очень многие, вернее, привыкли улетать из Красноярска. На Ваш взгляд, вообще реально сделать так, чтобы цены на билеты, хотя бы до Москвы, это самый популярный рейс, они были как-то сопоставимы, сравнимы с Красноярском, и «Абакан» в этом плане выгодно отличался. И мы все начали летать в Москву уже из дома. Это можно сделать, и сколько лет на это потребуется, например? Это отдельный пласт работы, может быть, немножко отвлекусь в сторону. Себестоимость рейса любого авиакомпании, где-то 30-40% от стоимости рейса, это стоимость топлива в авиакомпании. И стоимость билета зависит именно от стоимости топлива в том или ином регионе, откуда летит самолет. Это закон авиации. И вот, на мой взгляд, здесь нужно работать именно с топливными операторами, которые находятся в аэропорту, по снижению стоимости топлива. А у нас топливо дороже, чем в Красноярске. Да, на данный момент оно дороже. Это связано было, во-первых, эта работа уже ведется, уже не первый год, Но первоначально было связано с тем, что у нас был один топливный оператор, который диктовал цены. Очень сложно было изменить ситуацию. На данный момент у нас два оператора. Поэтому вот это и служит снижением, постепенным снижением цены. С нашей стороны то же самое. Мы работаем в этом направлении. У нас есть целые программы, разработанные для авиакомпании. При открытии рейсов, при, скажем так, при осуществлении полетов в долгое время, у нас есть бонусная программа, предоставляющая скидки авиакомпаниям. Которые, это скидки на взлет-посадку, на обслуживание пассажиров в аэровокзале. Поэтому вот опять возвращаясь к самому вопросу, это все реально. И в этом направлении мы работаем. Что ж, я желаю, чтобы все поставленные задачи вам удалось исполнить. Спасибо за интервью. Всего доброго. Дачные товарищества продолжают получать деньги из республиканского бюджета. Гранты выдаются уже не первый год и помогли садоводам отремонтировать дороги, провести свет и воду на участке. Стоит ли ждать помощи в дальнейшем? Об этом в нашей следующей рубрике. Юрий Александрович, как Вы оцениваете эффективность, результативность такой помощи нашим дачным товариществам, как гранты, которые у нас уже который год выделяются из республиканского бюджета? Хочу подчеркнуть, что эта тема несколько лет назад получила развитие при поддержке, при инициативе фракции Единой России, фракции Верховного Совета Республики Хакасия. И как жизнь показала, очень актуальная тема, очень актуальное предложение, потому что на протяжении порядка трех десятков лет дачными массивами, обществами никто не занимался. В результате чего? Порядка мы анализ проводили, около 30% дач было, по сути, брошено, но не эксплуатировалось. То есть формально числилось за кем-то, но там никто не занимался дачами. После того, как вот этот проект пошел, как начали выделяться соответствующие ресурсы финансовые, появился интерес у населения, я вижу сегодня как раз в таких брошенных дачное количество резко сокращается. Это первое. Второе. Начали организовываться общества. Есть российский хороший закон по дачным обществам, который до этого, мягко говоря, плохо работал. Сейчас все этот закон прочитали, сказали, да, мы садово-дачное общество, да, мы зарегистрировались, да, мы готовы вкладывать сами, помогите нам тоже, через гранты. И через гранты начали помогать. Я хочу сказать, что отдельно обратите внимание, что правительство республики Хакасии, в первую очередь, конечно, глава республики, он идею эту сразу поддержал, активно поддержал. И 21 миллион один год, 25, 25 миллионов, это мы уже три года. Этот год несколько сложнее ситуация, но плюсом к тому, что есть, выделили вот сейчас дополнительно, 10 миллионов рублей в виде грантов на решение вопросов, которые есть у дачников. Вот что на эти деньги удалось сделать за эти годы? Делали его очень много. Это дороги, это электричество, восстановили электричество. Очень много дачных обществ, где восстановили воду, не было водоснабжения. И, соответственно, там, ну кто же будет без воды там что-то выращивать. Ну и если вырастили продукцию, нужно реализовывать. Следующий этап, который нам нужно думать на предмет переработки этой продукции. После того, как стала известна информация, что некоторые председатели дачных товариществ деньги своровали, да, и попали под уголовное преследование, вот закономерно возник вопрос, как ужесточен контроль за расходом вот этих государственных денег? Почему быстро выявились вот эти нарушители, они так, прошло бы там 10 лет, вспомнили о них. Нет, эти нарушения выявлены мгновенно, сразу, когда ресурс пошел не по назначению. Потому что существует система контроля со стороны Минсельхоза. Выявили, хочу сказать, семья не без урода, поэтому эти руководители, которые пошли на такое грубейшее нарушение, это пусть меня не извинят, не от большого ума. Они же понимали, что это все увидится и будут наказаны. Причем, как жизнь показала, по-серьезному наказываются за такие вещи. Что делать тем дачникам, где как раз в чьих товариществах были вот такие проблемы? Они в будущем могут рассчитывать на грант или к ним какое-то другое отношение уже? Я думаю, что отношение отрицательное должно к руководителям, которые заслуженно понесут наказание. А что касается в целом общества, они должны также, с моей точки зрения, имеют право претендовать на гранты, только самоорганизоваться, не допускать подобных руководителей в свое общество. Это от них зависит, кого они выбрали. Значит, выбрали не того, с ним разберется государство, прокуратура, а нужно выбрать эффективного, хорошего руководителя. Все будет нормально. То есть на них тоже определенная доля ответственности? Да, безусловно. Северный олень в Хакасии не миф, а реальность. Специалисты Госкомитета по охране животного мира получили доказательства того, что это животное есть в Хакасской тайге. Прежде официальных сведений о нем не было. Лишь охотники да туристы говорили, что видели его в наших местах. Северный олень находится под защитой государства и войдет в новую редакцию Красной книги Хакасии, которая выйдет к концу этого года. Предлагаю посмотреть некоторые кадры этой уникальной экспедиции. За этой переправой три июса, а называют ее так из-за слияния трех рек, дорог практически нет. Экспедиция движется на самый запад Хакасии, к границе с Кемеровской областью, туда, где начинается знаменитая Хакасская река – Черный июс. Предполагается, что именно там сохранилась популяция северного оленя. Средняя скорость движения автомобилей – 5-7 километров в час. Это место, где условная дорога заканчивается, с легкостью можно назвать краем мира. Выше гольцы и снежники. Поистине нетронутый, непокоренный человеком край. Оттого не все горы, хребты и озера имеют название. Тут у истоков Черного июса природа поработала творчески. Комментарии бессмысленны. Эта безымянная вершина высотой полторы тысячи метров, только снизу кажется безжизненной. Вершина – огромное поле. А вот и следы присутствия здешних обитателей – рога северного оленя. На противоположном склоне движение – две самки с телятами. Снежник в жаркое летнее время для них идеальное укрытие от надоедливой мошки. Тут же есть и пропитание. Конечно, не заметить оленей невозможно. Они как на ладони на этом белом снежном покрывале. Тут четко видно, что это олень. По итогам экспедиции было зафиксировано 15 северных оленей. Определены координаты нахождения, сделаны фотографией. И это является неопровержимым доказательством присутствия на территории Хакасии этого редкого животного. И теперь, работая над новой редакцией Красной книги Республики Хакасия, специалисты точно знают – он, северный олень, у нас есть. На этом у меня все. Все сюжеты нашей программы вы можете посмотреть на сайте вести-хакасия.рф. Всего доброго и до следующего воскресенья. Редактор субтитров А.Семкин